Да, да, это программа «Особое мнение», но 101.0 я не умею и не буду говорить голосом Юлии Афанасьевой, потому что именно сегодня она должна была быть на этом месте, но вот осень... Ну хотя бы попытался. Да, осень, простуда, ну, сами понимаете, никто от этого не застрахован. Николай Голиков, главный редактор журнала «Тауэр Деньги Тауэр» сегодня у нас в гостях, да и на своем привычном месте, в общем-то. Мужская среда. Добрый день, уважаемые наши слушатели, всем приятного аппетита. На самом деле ощущение, что сейчас ты скажешь в эфире «Мужская среда». И мы начнем представлять с них, Алексей. Но сегодня в качестве гостя буду я. Да, в качестве гостя особое мнение Николая Голикова. Есть вопрос, вернее, на сайте Николая один, единственный, я его чуть позже озвучу. Николай уже в курсе, что за вопрос. Да, я озадачен, я готовлю ответ, так сказать. Он будет, попадет в канаву, безусловно, нашего сегодняшнего разговора. Ой, Николай, честно говоря, не знаю, с каких вопросов начинать, потому что, ну, движуха, что называется, да, в последнее время, вот суета. Суета, суета, и в этом во всем как-то еще не могу. Можешь разобраться, определиться, с чему-то приткнуться, в общем. Володь, я думаю, вот это вот желание разобраться во всем, к чему-то приткнуться, как-то определиться, оно сейчас совершенно лишнее. Мне кажется, надо просто... То есть можно дистанцироваться? Да, надо просто смотреть на все это и ждать, к чему это придет. Потому что, ну, как говорят, если ты не можешь что-то изменить, то прими это как оно есть. Я вот поэтому, если мне сейчас спросят, что происходит в здании, которое у нас за окнами, я имею в виду здание правительства. Ну, собственно, мы движуха, это имеют то самое, и выборы, и перестановки правительства. Выборы, перестановки, и новое заксобрание и прочее. То есть пусть немножко устоится. Пока вот как бы все равно полной картины, мне кажется, не видят даже те, кто этим всем руководит. Хорошо, решу, с чего начну. Я прочитаю заголовок новости на сайте хакерева.ру. Быков ушел с поста главы города. Вот если отбросить все причины следственной связи. Куда ушел? Зачем ушел? Почему ушел? Вот просто вот заголовок. Быков ушел с поста главы города. Какие эмоции вызывают? Абсолютно никаких. Нейтральное огорчение. Потому что, я не знаю, может ты помнишь, год-два назад у Николая Пихтина на дискуссионном клубе как раз обсуждалась тема замены Быкова. Я помню, там сказал пламенную речь, она до сих пор в Ютьюбе шевелится, забавная такая. Где, собственно, я сказал, ну, поменять одного Быкова на другого Быкова, да? Как бы от этого ничего не изменится. И в данном случае ушел ли Быков из городской думы, не ушел ли Быков из городской думы, или остался там. Для горожан не изменится ничего. Потому что, я сказал сразу, вместо одного Быкова придет другой Быков. Только фамилия его будет другая. В данном случае, по-моему, будет фамилия Владыкина. Владыкин, Валерий Владыкин, который был заместителем главы, ну, это, безусловно, решать будут непосредственно депутаты городской думы. Ну, у нас, сам знаешь, депутаты в городской думе, они уже пересли на режим работы государственной достаточно давно. То есть там, как таково, обсуждение происходит. Если предложена кандидатура Владыкина, то она будет утверждена. Здесь можно даже не дожидаться собственного заседания. Ну, и, соответственно, выборы в городскую думу, которые состоятся осенью следующего года. А они все-таки осенью? Осенью, единый день голосования. Это уже точно известно? Да. А кто это сказал? Это несколько людей повторяли в нашей студии, в том числе и депутаты ОЗС. Вот точно. Здесь есть некоторые, кстати, вот насчет выборов, интересный очень момент, потому что вообще они должны состояться в марте. Это муниципальные выборы, они не привязываются к единому дню голосования. То есть для того, чтобы привязать их к сентябрю, надо думе, во-первых, продлить свои полномочия еще на полгода, да, вот так вот взять и продлить. Компенсацию дать какую-нибудь. Да, не знаю. Им нужно принять решение. Этого решения пока нет. Никто, кроме самой городской думы, этого решения принять не может. То есть я пока полагаю, что выборы все-таки будут в марте. Но, если эта тема интересна, ее можно обсудить, потому что здесь есть несколько аспектов. Потому что, если, например, выборы пройдут в марте, тогда я даю, наверное, там, не знаю, 90% мой такой прогноз, что состав, думаю, практически не изменится. То есть изменяется несколько фамилий, но это изменение будет точно такое же. Состав по партийному раскладу? По партийному раскладу, безусловно. По проценту, кому сколько? И, скажем так, по тем фигурам влияния, которые будут контролировать этот расклад. То есть у нас в партии тоже много фигур влияния. У нас есть Олег Валенчук, например, очень влиятельный человек. У нас есть Валерий Крепоснов. Несмотря даже на все свои затеи с Юркиным парком, все равно остающийся влиятельным человеком. У нас есть Олег Березин, наконец-то. У нас много кто есть, если вспоминать. И у всех у них есть определенные интересы. В данном случае городская дума, в ней соседочены люди двух из этих влиятельных списков влиятельных кировчан. То есть это люди Валерия Крепоснова и люди Олега Березина. Там я никого не хочу обидеть, но просто такой термин. Чьи-то вот люди. Соответственно, если выборы будут в марте, то в этом плане составы городской думы просто не успеют измениться. И тогда наш любимый губернатор, в Рио губернатора, ну давай будем без Рио называть, потому что понятно, что в сентябре мы его изберем. В этом нет сомнений никаких. Мне грустно становится от того, что еще это не прошло, а мы уже об этом отходим. Нет, ну мы живем в такой стране, мы ничего не можем изменить. На самом деле, даже если мы будем с тобой ходить по улицам и агитировать против, мы ничего не изменим. Соответственно, если выборы состоятся в марте, то в Рио губернатора получат думу, которая станет таким альтернативным центром принятия решений в области. Потому что город Киров это главная муниципальная единица в нашей области. Во-первых, потому что, конечно, у него сейчас бюджет уже не бездефицитный, скажем так, в какой-то мере он зависит и от влияния извне, от внешних датаций. Но минимальный по сравнению с другими всеми муниципальными бюджетами. То есть практически город, наоборот, в городе сосредоточены все крупнейшие налогоплательщики области. С тех пор, как химкомбинат от нас ушел, собственно, весь крупняк сидит в городе Кирове. Город Кирова довольно-таки самостоятельная единица. И еще такая черта у города Кирова есть. Когда судят о работе губернатора, да, почему-то первым делом смотрят, что происходит в региональном центре. Хотя формально вроде бы, да, вот они как бы другу, не взаимоподчинены. Вот. И случись, например, что в городе Кирове, отвечать за это придется Васильево. Ну, вспомнишь, там повысили тарифы на Авиатске, это город Кирова. Это такое всегда. Да, и тут же немедленно почему-то губернатора вызывают, что не обвиняют главу региона. Это показатель, то есть как живет региональный центр, это показатель жизни региона. То есть тут такая вещь штука, что тот человек, который контролирует город, он становится вторым лицом в области автоматически. Не тот, кто возглавляет Думу, не тот, кто там возглавляет администрацию города, тот, кто контролирует эту фигу. Кукловод. Да, скажем так, кукловод, хотя тут немножко тоже есть оценочное осуждение. Потому что именно он, то есть не спикер ЗАГС Собрания, да, потому что эта должность у нас уже очень сильно обесценилась. Такая инфляция наступила, да, по части нашей законодательной власти. Не глава там регионального отделения партии, потому что при таком губернаторе глава регионального отделения партии, это слишком незначительная фигура. А именно тот человек, который контролирует городскую власть. Поэтому возникает такое, у нас тогда возникает некое двувластие. То есть появилась некая фигура, которая будет способна не просто на равных говорить с губернатором, а еще как бы ожидать от него определенных преференций. Если Игорь Владимирович согласен играть в такую игру, тогда выборы пройдут в марте. Если он с этой игрой не согласен, тогда вероятнее всего он добьется того, чтобы логи пришли в сентябре, а по оборудованию есть в целях экономии бюджетных средств. Да? Мы же должны все экономить бюджетные средства, поэтому выгодно провести выборы в один день. Тогда, соответственно... Если вы внезапно не разбогатили. Мало вероятно. Ну, правда, вчера нам господин Степашин привез 188 миллионов. Но это целевые 188 миллионов, на выборы их никак не отправишь. Поэтому, если губернатор не захочет играть в эту игру, то есть он не будет как бы повторять ошибки Шаклеина. Помнишь, ШБК, да? То есть когда человек стал играть по правилам местных элит, получилась некая ШБК. То же самое было при Никите Юрьевичу, скажем, там, ББК, да? То есть если Игорь Владимирович не хочет, чтобы возникла еще там ВБК, да? То, соответственно, он будет добиваться того, чтобы выборы в целях экономии бюджетных средств прошли в сентябре. Тогда, по крайней мере, он сможет сам активно в них поучаствовать и создать такой орган городской власти, который впишется в его вертикаль власти. Понимаешь? Который будет частью вертикали власти. А это ему нужно. При его политическом весе иметь второго медведя в Берлуге совершенно не нужно. Ну а если сейчас завершить, то это тоже перед уходом на перерыв. А мы о чем начали? Мы начали с того, что Владимир Васильевич ушел из городской думы. И ничего не изменится. А вот сейчас вернуться как раз к последним словам. Для народа-то тоже ничего не изменится? Совершенно. То есть состав городской думы остался прежним. Все те же люди на тех же местах. То есть от смены вот этого лица ничего не изменится. Тем более сам Владимир Васильевич Быков самостоятельной фигуры не был. То есть он точно так же, как все остальные, находился под... Продолжается особое мнение. Сегодня мы беседуем с Николаем Голиковым, главным редактором журнала «Товар. Деньги. Товар». Ну что еще, как было обещано про Владимира Быкова, конференция послевыборная прошла в «Единой России». Там большинство голосов было поддержано, чтобы Владимир Васильевич пошел на пост. Был избран, вернее, спикером областного парламента. А выдвинул эту кандидатуру. Говорил исполнить обязанности. Все нормально? Совершенно нормально. Более удобного спикера в том формате власти, который у нас сложился с приездом Васильева, наверное, не придумать. Он совершенно управляем. Он немножко будет слуга двух господ, но дело в том, что ему вот развернуть вот эту свою деятельность не получится, потому что слишком сильный в Рио губернатор. Слишком такая фигура тяжелая. И полномочия его просто... Ну как вот я, знаешь, когда думал о Васильеве, я, знаешь, что вспомнил? Я вспомнил роман «Три мушкетера». Там в этом романе кардинал Ришелье дает Милене, не помнишь такую бумажку, где написано «Все, что сделал предъявитель всего, сделано во благо Франции по моему приказу». Вот, мне кажется, такая бумага есть в кармане у нашего в Рио, только за подписью не кардинала Ришелье, а условно говоря, первого лица государства. Поэтому какого-то оппонирования его интересам со стороны спикера быть не может. А ежели такое вдруг потребуется, то я думаю, что необходимая папочка с необходимыми материалами на столе у Рио всегда будет и найдется. Поэтому Владимир Васильевич крайне удобная фигура в качестве спикера. Он умеет организовать работу, в этом никто не сомневается. Работа в городе была полностью подчинена, то есть он умеет это сделать, он организатор, и славное генеральское прошлое здесь никуда не деть. То есть он сумеет организовать работу в ЗАГС-собрании в том формате, в котором это требуется для нашего новой конфигурации власти. А на общественное мнение авторам всей этой схемы, о которой мы сейчас обсуждаем, плевать абсолютно, потому что отношение это в городе к Владимиру Васильевичу... Что значит общественное мнение? Горожане должны, если они не любят лично Владимира Васильевича, они должны радоваться его новому назначению. Понимаешь? Если они понимают, что от его ухода ничего не меняется, то они должны индифферентно к этому относиться. Понимаешь? То есть как-то огорчаться из-за того, что Владимир Васильевич делает карьеру, он сейчас практически уходит с реального руководства какого-либо, уходит в область чисто политическую, чисто такую, я не знаю, даже немножко иллюзорную, скажем так. То есть некий спикер. Вот у нас был предыдущий спикер, последние годы управления Никита Юрьевича, много ли решений этот спикер принял или продавил. Алексей Максимович? Да, Алексей Максимович. То же самое, только еще в жесткой форме, будет и по отношению к БКРУ. То есть никакой самостоятельности его стороны ждать не приходится. Он будет. Это будет немножко... Нет, понимаешь, опять же, вполне возможно, что вот такая видимость, какой-то автономности законодательной власти возникнет. Ну, насколько я знаю, там есть желающие, даже из депутатов, все-таки, ну, как бы поговорить. Какое-то свое мнение высказать. Там у нас же есть представители оппозиционных партий, есть у нас представители Общероссийского народного фронта, которые должны зубки-то показывать, да? Но дело в том, ведь... Вот, кстати, я хочу сказать про Общероссийский народный фронт, глава, собственно, да? Да, кстати, да, Роман Китов. Става, и уже новый депутат. Поздравляю его с его, так сказать, депутатским мандатом. Я в приложении, да, вот к Гордоме, он сказал, что... В нашем эфире, кстати, он сказал, что... Вы хорошо работу наладили в Гордоме. Я с ним совершенно согласен. Работа была налажена хорошо. Я до работы надеяться, что будет... И налажено будет здесь, то есть не будет, может быть, меньше будет всяких этих... Понимаешь, там, этих вещей, когда там где-то переголосование проходят, какие-то непонятные вещи в президиуме, здесь все будет гораздо проще, по-армейски просто все будет, да? Хотя, я еще раз говорю, видимость некой автономности АЗС Василий вполне может себе допустить, потому что в любом случае это ничего не изменит. Слишком сильная фигура. Дело в том, что... Дело в том, что... Дело в том, что люди говорят на заседании. Дело в том, как они голосуют. Если человек пришел, ему на самом деле интересно послушать других, это одно. Когда люди приходят на заседание АЗС, у них, собственно говоря, уже есть список, по какому законопроекту туда нажать, то на самом деле их начинает раздражать вся эта болтовня, потому что она просто мешается. Ну, все ясно, куда мы нажмем, да? А так как здесь будет изначально все ясно, куда будет нажимать фракция большинства, потому что как бы один из очень влиятельных единороссов возглавляет область, понятно, что все будут нажимать туда, куда скажут в том, что... Накануне в комментариях, где-то на какой-то информационной площадке, в комментариях под новостью о том, что Быков как раз-таки рекомендован, да, единороссами на пост спикера, вот один из комментариев, кто-то написал, что... Ох, начинаю разочаровываться в новой какой-то системе, потому что Белых этого бы не допустил. Да, я думаю, Белых бы это также точно спокойно допустил, потому что это удобный человек для работы, гораздо, кстати, более удобный, чем Алексей Максимович Легонин, который поначалу-то своей деятельности дали еще как-то в контр какие-то входил с губернатором, какие-то заявления писал и так далее. Здесь человек, который никогда этого не делал, человек воспитанный, понимающий свое место, знающий себе цену, то есть понимающий, от чего он зависит и как себя вести. Это совершенно беспроблемный спикер, я думаю, что совершенно правильно этим своим поступком, этим своим решением губернатором как бы еще раз показал нам всем, какое место будет законодательная власть занимать в будущем раскладе. Ну что, пробежимся еще по сегодняшним событиям, как раз по сегодняшним новостям. Сегодня же... Сегодня вручали мандаты. Да, вручали сегодня мандаты. УЗС 6-го созыва сегодня впервые собралось на совещание. Это не было парламентно. Да, это было совещание. Это было пленарное заседание. Сегодня был должен, вернее, создан оргкомитет по подготовке этого самого пленарного заседания, где будет избран в том числе новый спикер. Это будет чуть позже. Но давайте. 54 депутата, как известно, 21 депутат старый, если можно так выразиться, 33 новых, которые пришли. Вот такое... Ну, знаешь... Обновление чего? Они новые относительно чего? Относительно того, что их не было... Нет, расклад места там, собственно, прежнего. Вот, я понимаю, даже, по-моему, еще хуже, чем прежнего. Ну, в плане... Дело в том, что эти люди, они не новые люди. Их людей мы все знали. Ну, взять того же Романа Титова, как его назвать новым человеком. От Слободского. Да, это новый депутат АЗС, но это не новый человек на политическом поле. Новых людей в этой думе нет. И мне кажется, как раз, те самые интересные депутаты, которых, может быть, хотелось бы, чтобы они остались, в том числе, с точки зрения работы на «Эхо Москвы», которые могли бы хотя бы приходить, что это интересно рассказать, и как раз не стало. А те люди, которые приходят уже с точками на бумажке, где написано, как и что голосовать, вот этих людей немножко добавилось. Так что я не вижу какого-то изменения, обновления законодательного собрания, особенно в плане процентного соотношения партийных фракций. То есть тут просто... А усиление ЛДПР – 12 мест? А что значит усиление ЛДПР – 12 мест? Что дают эти 12 мест? Ничего. Ничего не дают. Абсолютно ничего. Вообщем асфере. Здесь нет никакой ситуации, когда бы эти голоса что-то решали. Потому что 68% в Европе России, да? Да. 68%. Все. Все, то есть тупик. Там ты можешь иметь все остальные 32% и ничего не решать. Тем более при том регламенте, который у нас сейчас создан, когда даже методом ухода с собрания, ты не решаешь собрание к воруму, ты ничего не сделаешь. Ну хорошо, у тебя есть 25% голосов. Ради Бога, это ничего не меняет. Сергей Александрович Доронин удивил. Он отдал, передал мандат в Госдуме, да, бизнесмену Вадиму Белоусову, Единогосу. Он объяснил, кстати, уже, объяснил на своей странице в Фейсбуке, почему он это сделал. Я не знаю, зачитывать, не зачитывать. Я не знаю, как бы... Хорошо, вот вы, если вы зарегистрированы в Фейсбуке, зайдите на странице Сергея Доронина. Почитайте, он там объяснил почему. Кстати, объяснение-то как вам это? Ну, понимаешь, надо же все как-то объяснять. Не надо воспринимать это всерьез, надо было как-то объяснить. Он подумал, объяснил. Это мандат, полученный по списку, то есть по Путину, по сути, ну и так далее. Мы же с тобой были в эфире, когда мы с ним по телефону связывались, он объяснил ситуацию. Что по предварительной договоренности, которая существовала, тот человек, который в своем регионе наберет больше процентов голосов, он, собственно, и пойдет в Государственную Думу. И Сергей Александрович сказал, что да, ижевская группа набрала больше процентов голосов, и по этой договоренности надо по-джентльменски отдать мандат в УЗС. Он, собственно, это и сделал. Почему он именно это сделал, да, то есть какие были у него личные мотивы для этого? Во-первых, вполне возможно, что у него просто не было и выбора, потому что я не думаю, что это решается на уровне вот их двоих, я думаю, решается это все-таки в Москве, там, на высшем уровне партии. Во-вторых, конечно, да, может быть, на самом деле он решил уйти в бизнес, уделить там ребра. Более того, Даронин, как сегодня стало известно, и в УЗС тоже отказался идти. То есть, понимаешь, что, скорее всего, это не так важно для нас, по какой именно причине он это сделал, нам важно то, что его не стало ни в Госдуме, ни в УЗС. Что еще раз, кстати, говорит о сильном очень ослаблении позиций справедливой России, и как в целом в Федерации Евросоюза. Да, и так же в Кировской области. Если вспомнить те же одномандатные круга, где только один человек от справедливости прошел, и тот Василий Сураев, который никак не ассоциируется с этой партией, да, бывший глава исполкома Единого России. Да, он ассоциируется, скорее, со своим комбинатом КМК, да, с Единой Россией, но никак не справоролся, макинский человек, который смог себя показать. Так что, можно говорить, вообще... Кстати, его сын Федор Сураев оказался в числе депутатов Законодательного собрания от справедливой России. Я думаю, что в этом тоже ничего дурного нет, тем более, ведь, как бы, понимаешь, когда мест мало, то стараются все-таки провести людей, ну, более полезных. И раз все-таки... Но сына можно как-то вернуть. Другие методы использовать убеждения. Я ничего не знаю насчет, там, сына Василия Куприяновича, я надеюсь, что он достойный человек, просто я с ним не знаком, и у меня нет никаких оснований считать, что это плохой выбор. Ну, пара минут есть до перерыва, Романа Титова мы тут неоднократно упоминали, я хочу, чтобы Николай прокомментировал его высказывания, сделанные в нашем эфире, в программе тоже особое мнение, но про хорошо отлаженную работу в Городуме Быковым мы уже прокомментировали. После его выборов Роман заявил о том, что в новом СОЗове ФЗС дискуссии переместится в комитеты и во внутрифракционные дела. Это точно будет не принтер, который по команде издает законы. Вряд ли кому-то хочется накануне губернаторских и президентских выборов деликитимизировать саму идею законодательной законодательной органы власти в новом СОЗове. Есть место дискуссии, сказал Роман Титович. Ну, Рома немножко в этом плане идеалист. Никого не смущает то, что Государственная Дума была полностью превращена в принтер накануне любых выборов. И точно так же эти выборы состоялись и будут проходить и дальше. То же самое с нашим ЗАГС собранием. Дело в том, что мы, по-моему, здесь же говорили, когда людей спрашивают просто на выходе из избирательных участков, вы знаете, что такое законодательное собрание? Это большинство просто отвечает, понять не имея, чем они занимаются. Поэтому никакого влияния на какие-либо выборы вот эта роль АЗС, очень сильно обесценившаяся, как я уже сказал, не сыграет. Что касается дискуссий там на комитетах внутри фракционных, дело в том, что дискуссии можно вести здесь, можно вести на комитетах, можно вести где-то еще, можно вести в экспертных советах. Вопрос в том, что смысл от этих дискуссий есть либо нет. Судя по всему, этого смысла не будет. Говорить? Нет. Никто же не запретит говорить и на ЗАГС собрании. Ну, те же пятиминутки останутся, да, вот как мы говорили о том. Пожалуйста, высказывай с точки зрения просто этим ничего не изменишь. Места для дискуссий у нас, очень, слава Богу, много. Кстати, Роман Титова прочит на место вице-спикера, одного из вице-спикеров, кстати. В этом тоже нет ничего. Роман вполне достойный. А еще он заявил о том, что ОНФ, штабом которого он руководит в Кировской области, будет отстаивать свои интересы в ЗАГС собрании. Он консультировался якобы с руководством. Он руководство сказало, нет, вы не должны оглядываться на то, что делает Единая Россия. Сколько у них депутатов? Опять мы к этому возвращаемся. Конечно, пусть не оглядываются на то, что делает Единая Россия. Ну, это они в составе фракции Единая Россия, да, там, по-моему, пять человек или четверо, они будут, точно, четверо. Четверо, да. То есть их еще меньше, их еще меньше, чем с праворосов, да, их еще меньше, чем с праворосов, или столько же. Так. Ну, примерно так же. Сураев, Андрей, это... Нет, это справедливо русов на один или на два по помощи. Вот. То есть это то же самое, как если бы, например, сказал, там, Федор Сураев, да ты так сын назовут, Василия Куприяновича, если Федор Сураев сказал, что мы будем отстаивать свои интересы, конечно, будут. И общественный народный фонд будет, и справоросы будут, и коммунисты будут отстаивать свои интересы. Пожалуйста. Но не интересы электората. Нет. Они будут отстаивать интересы электората и так далее, но еще раз говорю, в данном случае решают ситуацию большинство. Большинство здесь пули неприбиваемые, никаких разногласий там быть не может, а еще раз повторю, особенно при таком врии губернатора. У нас сейчас традиционная рекламная пауза в середине часа, после которой продолжит программа «Особое мнение». Продолжается особое мнение, сегодня мы слушаем особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». У меня чешутся уже руки задать вопрос, который на сайте поступил, но я его задам после того, как Николай выскажет свое мнение о презентованном новом составе областного правительства, о новых людях, о новых лицах. Вот на данный момент, да, какое впечатление создается об этих людях? У меня нет никаких впечатлений. Накануне вот глава лесного ведомства у нас сменился. Да, дело в том, что люди новые, и судить о них по тем данным, которые есть в интернете, это неправильно. Надо смотреть то, что они будут делать здесь, как они это будут делать здесь. И судить поэтому о новом составе правительства абсолютно преждевременно. Надо просто проявить терпение, во-первых, ну и проявить доверие к главе нашего региона, который этих людей позвал к себе на работу. Понимаешь? То есть надо дать им возможность себя проявить. А вот что касается той части, которая осталась, скажем, да, то у меня, конечно, у меня нет возражений по большинству из тех людей, которые остались, кроме, пожалуй, Алексея Алексеевича Катычкова, потому что я считаю, что... Да, он остался наряду с Евгением Михеевым и Еленой Ковалевой. Да, то есть вопросов по Ковалевой или по Михееву у меня нет. Я их давно наблюдаю, знаю, вижу. И точно так же, как Алексей Алексеевич Катычков. Вот Алексей Алексеевич Катычков, конечно, мне кажется, немножко такой тупиковый министр, но я думаю, что в Рио это скоро поймется. Это мое мнение, я вам поэтому рассказываю. Я могу его обосновать. А, ну, да. Нет, это очень долго. Долго? Да, конечно. А еще один человек, ну, известный, вот если, как произносишь, понятно, о ком идет речь, Александр Александрович Галецкий, да? Ну, Александр Александрович... Которого многие переживали и считали, что он-то уж еще может поработать. Вот, я тоже очень за него переживал все это время и мне жаль, что так получилось, искренне жаль, что получилось, потому что я его знаю очень хорошо и очень давно. У него в следующем году, да, Витя Игорева? Да, у него в следующем году, да, да, да. Все, как бы, ему оставалось, по-моему, полгода вот такой-то общегражданской пенсии. Да, да, да. Он был очень целый возраст. Вот. Я очень за него переживал и надеялся, что для него найдется применение в этом правительстве, потому что это человек, который мог бы очень хорошо доносить идеи нового губернатора Донорога, это человек, который умел разговаривать с людьми, что не скажешь про очень многих других вот людей из того СССР, Голословского, скажем так. Хотя Александр Александрович был еще при Николаю Николаевичу, ой, при Николаю Ивановичу Шаклеевне появился. Ну, 12 лет он вообще сложности отработал. Ну, опять же, здесь надо либо мы доверяем Новым Рио, тогда даем ему вот этот карт-бланш, пожалуйста, да, там, вот он доверия некий, да, но вот раз он решил, что Голеского быть не должно, значит, Голеского быть не должно. Мы должны с ними смириться, так сказать, и ждать лучшего, ждать перемен лучше. Еще один момент, мы вчера в редакции вот часто всегда с Андреем вообще задумались сильные, не могли найти-то ответа. Вот эти люди, да, которые пришли уже по приглашению Васильева, ведь люди-то не из глубинки по большому-то счету, они все столичные такие, да, служебные. Что их сюда, вот, на нашу грешную и далеко не самую благополучную в финансовом отношении землю, призвал, вот та вот карта, точнее, грамота выданная в Рио, да, они тоже как-то как-то карт-бланш тут. Я думаю, что безусловно, собирая свою команду, Игорь Владимирович своим вот этим людям, которых он привозит, он, видимо, определенные какие-то перспективы интересные нарисовал. То есть, смог их заинтересовать, я думаю, с разных точек зрения, в том числе, все-таки получается так, что раз он сюда делегирован Владимир Владимирович, он получает некий такой президентский проект, вот, и вполне возможно, что отказаться от участия в президентском проекте, может быть, просто нельзя, я не знаю, может, есть такое предложение, от которого нельзя отказаться, может быть, одно из них, это приехать в Кировскую область и поработать с Васильевым. Так или иначе, ли они сюда приехали, и, судя по их послуженному списку, это ребята все опытные, и по возрасту они вполне-таки соответствующие мантру, главный импроб только, 35 лет. Поэтому тут я еще раз говорю, сейчас пока судить о том, почему они приехали, что они из себя представляют, давайте посмотрим, давайте дадим время, в конце концов, будем поработать. Как думаете, ругать, что снова народ начнет? Вот опять приезжие, касаемо. Понимаешь, есть вещи, на которые не стоит обращать внимание, надо это доказывать, как сказать, немножко пафосно, нужно доказывать дело, да, потому что, если человек приехал со стороны и начинает работать, то через месяц уже забудут, приехал, ну или своем. Вот. Если человек там пять лет работает, как многие из состава Никитича Белыха, да, вот, и не могут показать, что они что-то делают, к ним так и относятся, как к варягам, как к чужим, что вот приехал, понаехал оттуда. Поэтому все зависит то, как пойдет работа. Журналистскую братью сейчас, наверное, больше, ну, не то, чтобы больше, но, очень даже, да, тревожит вот эта, вот эта личность Владимира Андреевича Бекетов, он возглавил Министерство Внутренней информационной политики, а это, ну, если простым языком объясняет, это, ну, пресс, пресс-структура, через которую журналисты общаются. Отчасти не пресс-структура, отчасти это скульптура по работе с районами. Да, районные газеты, в том числе. Да, 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 в том числе районные газеты, не избавляю, в том числе и районные власти. То есть, это вещь, внутренняя политика, она связана не только с прессой. Я пояснил немножко, да, почему беспокоит, ну, потому что серьезная у него военная карьера была, да, и смотрю сейчас... Почему-то карьера Быкова никого не беспокоит военно. Тоже... Почему-то карьера американских фильмов в начале 60-х годов. Знаешь, когда были мужчины с суровыми лицами, и это было приятно на них смотреть. В общем, что с нами, по вашим архивиям, сейчас будет? Дело в том, что у нас с тобой немножко тут получается разный разговор, мы говорим по-разному, потому что я никогда в своей работе не зависел от этого министерства. Министерство правды, как можно назвать, или как угодно, да. То есть, я всегда находился почти в стопроцентной независимости от финансирования, от рекламы, от чего-то еще. Поэтому мне, по большому счету, да, вот по большому счету, совершенно все равно, что это за человек. Потому что на мою жизнь никого влияния оказать не нужно. Что касается вообще, как будет строиться отношение губернатов с Крестой, то мы этого, опять же, пока не знаем. Потому что это еще не началось. А так как это было, как работало? Ну, как это было, я надеюсь, эта ситуация все-таки изменится. То есть, при Никите Юрьевиче, несмотря на его декларируемый либерализм, прессия жилась, по большому счету, довольно-таки не сладко, потому что все пели хором. Ну, почти все, по крайней мере, да, там, за исключением трех-четырех наименований СМИ. И те пели чуть-чуть не стройно, но с оглядкой. Вот, я думаю, что этой ситуации быть не должно. То есть, должны разные мнения звучать, и эти разные мнения должны читаться, в том числе, в правительстве и учитываться при работе. Ну что, задам вопрос, который пришел? Да, задал вас. Вопрос следующий. Задал его наши слушатели, которого зовут Евгений Серафимович. Николай, а вы сами-то к новому губернатору на службу пошли бы? Я сразу скажу, что, будь я лет на 20 моложе, я бы об этом подумал. Во-первых, мне все-таки уже 57 лет, вот я честно отвечаю на вопрос, без юмора я по-честному отвечаю, да, вот. А у меня нет высшего образования, то государственная служба для меня закрыта, поэтому, даже если бы я очень хотел пойти на службу, Игорь Владимирович, нет, речь-то ведь идет... А речь идет о том, готов ли я работать во благо команды, Игорь Владимирович. Так я уже работаю во благо этой команды, потому что это моя работа, журналист, я всегда работаю во благо правительства, если оно работает во благо области, так ли? Поэтому, когда приезжает какой-то новый руководитель, будь это там Николай Иванович Шаклеин, будь это, ну не приезжает, а становится руководителем области, будь там Никита Юрьевич Белых или кто-то еще, я всегда стараюсь максимально быть полезен для них. Какую-то информацию доводить до правительства в том числе. Какие-то их решения разъяснять или успокаивать по поводу каких-либо решений. То есть, да, той поры, ну, когда уже становится очевидно, что человек приехал сюда не работать и развлекаться, как было с Николай Ивановичем, да, я был его сторонником. Как только стало понятно, что интересы области ему по боку, я перестал быть его сторонником, потому что я работаю только во-первых, во благо Кировской области и ее жителей, да, ну так получается, здесь уже и живу, только уже во-вторых в его интересах власти. Вот, собственно, весь мой ответ. То есть, я в данный момент уже работаю. Надеюсь, автор вопроса понял, почему вы сейчас говорите. Ну и слушатели, в общем-то, в целом. Так что у нас в целом-то, получается, повторяется информация о ситуации, как и в Коми, полностью меняется власть. У нас она пока еще полностью не поменялась, но я думаю, что это должно произойти, потому что так или иначе, или, да, вот, то, что делал в Кировской области, а все больше и больше появляется информация о том, что делал в Кировской области Никита Юрьевич на самом деле. И как бы вот эта его деятельность автоматом бросает немножко тень на тех людей, которые с ним работали, потому что так или иначе они были в этом задействованы. Может быть, в темную, может быть, в светлую, мы этого уже не узнаем, я полагаю. Вот, поэтому изменения должны быть. Я думаю, что на этом вот уровне, как сейчас объявлено, они не остановятся. Сейчас все равно все в РИО, ИО, ИИО, там не знаю, как их назвать. До выборов? В сентябре следующего года у губернатора есть, в РИО, опять же, губернатора есть довольно-таки много времени, чтобы уже посмотреть на тех людей, которых он оставил местных, может быть, и их поменять, может быть, кого-то из приглашенных наоборот заменить на местных по мере знакомства. И окончательно уже его правительство будет условно будет сформировано, я думаю, через год. Много еще новых лиц на ваш взгляд будет? Я думаю, их должно быть, я думаю, их должно быть много. Я думаю, должно быть много, потому что... А количество зампредов? Я думаю, сказал, что одиннадцать друзей в Укшен, это очень смешно было. Сейчас уже семь. Сейчас семь, но я думаю, что их четырех вполне хватит, потому что вот это вот курирование, оно, как показывает опыт, оно балует от людей. Понимаешь, я всегда почему ругаюсь? У нас в законе о политике раскололось и нет слова ответственности. Да? У нас никто ни за что не отвечает на самом деле, все что-то курируют. И когда человек ни за что не отвечает, это его очень расслабляет. Это не к добру. Поэтому лучше пусть человек курирует работу там восьми министерствах, курирует. Это не отвечать. Это просто наблюдать, по-русски говоря, если переводить по слову. Ну, каким-то образом направлять. Поэтому я думаю, что, как он изначально сказал, из четырех замов вполне хватит. Вполне хватит, тем более, что, как показывает опыт соседних регионов, там где-то бывает и два зама, ничего страшного нет. Зам тот человек, который заменяет губернатора на время и в отсутствие. Все остальное работает независимо от количества замов. Ну, как раз так, подошли мы к тому вопросу, который тоже хотел задать. Ну, вот так мы уже дистантируемся, да, от правительства, от нашего, от областного законсобрания. Я речь вам о Росстате веду, который подсчитал количество чиновников. Да, они каждый год считают. Чиновники посчитали чиновников, да? Чиновники посчитали чиновников. Володь, сразу уточню, ты, я понял, о чем ты говоришь, потому что Кировская область находится в третьем месте в том числе чиновников на душу населения. То есть, якобы, много у нас их. На самом деле, у нас очень много, но дело в том, что еще как посчитать. Есть разные способы подсчета. Вот для меня это совершенно какой-то глупый абсолютно. Как понимать, кто такие чиновники? На стоточной силе. Ну, а как еще считать? На квадратный километр? Ну, у нас... Вот, так сказать, да, кто чиновники? Вот в том-то и дело, что есть разные методики подсчета. У Росстата есть одна методика, есть другая же. Там считатели людей, которые находятся на государственной службе, находятся на сотруднике муниципальных органов со справедительными функциями и так далее. То есть, смотря какой круг людей включать. По одной из методик мы вообще находимся на первом месте, по слову. По другой методике мы находимся на третьем месте, по слову. У нас на самом деле переизбыток чиновника. И это даже не надо ехать никуда в районы, вот просто посмотреть вот сюда, да, потому что я всегда говорю, Кировская область была почти в два раза больше в советское время по населению, ну, в полтора раза больше, точно совершенно, да. Она была на передовых позициях в России по очень многим позициям, по оборонке, по сельскому хозяйству, там почему-то еще. То есть, была одна из передовых областей, там и звучали и красные знамена, и все что угодно. И все руководство области умещалось в половине вот этого серого здания. Кроме того, здесь еще располагалась и партия, и комсомоль. Понимаешь? Да, если вы не в курсе, это пристроено к изначально построенному дому совету. То есть, сейчас дом удвоился уже, дом уже удвоился, а еще появился некий третий корпус, да, а еще много министерств расположены где-то в отдельных зданиях. То есть, число руководителей у нас несказанно выросло, а качество жизни за это время очень сильно ухудшилось. Вот этот вопрос меня мучает. Поэтому, я думаю, что раз нет взаимосвязи между количеством чиновников и качеством жизни, то надо количество его сокращать. Ну, давайте вспомним, да, имя-то чиновника Владимира Миловича Сергеенкова, я имею в виду, которому накануне открыли мировую доску на доме, где он жил, в двух шагах от рабочего места. Ну, когда он получал эту квартиру, это еще и мягко. Первый губернатор Кировской области, первый губернатор. Наконец-таки эту доску открыли. Да? Да. Положительно, да? Я положительно отношусь, не буду говорить про всю деятельность Владимира Миловича, у меня были разные периоды отношений с ним, было, когда я был в жесткой к нему позиции, было, когда я с ним просто был большим, хорошим другом в последние годы его жизни, мы с ним очень много общались, мне очень было интересно общаться. Можно я скажу, да, Владимир Владимирович мог напрямую позвонить сам, да? Входи в сны, совершенно спокойно, совершенно так же, как и я ему. И вот его книга, которую он выпустил, охотно губернатора, там вот являет горд тем, что есть несколько страниц, которые полностью взяты у меня, ну, со ссылкой на мои какие-то там расчеты, какие-то исследования и выводы. Но то, что ему поставили доску, это абсолютно заслуженно, потому что это первый губернатор. Дважды всенародной, дважды всенародной избранной, причем, насколько я помню, да? Мост, который, собственно, продавливал Нилыч, хотя его критиковали за это очень сильно. Зачем нам? Мост такой безумный, там, помню, еще говорили, не поймешь по этой цене, то ли вдоль он, то ли поперек, то ли что. В конце концов, когда его открыли, да, его не пригласили на открытие моста. Вот это меня совершенно потрясло. То есть вот так нельзя с людьми. Как бы они не были противоречивы, как бы кто мне не относился, но именно, ну, понимаешь, смешно. Сейчас мы хвалимся чем? У нас надой на одну корову. Когда этот показатель, говорил Владимир Нилыч, Сергенков, над ним смеялись. Его травили этой одной коровой, да? А сейчас мы этим гордимся. Понимаешь, как все изменилось интересно? За довольно короткий срок. Да. И если посмотреть на то, что он делал, как при нем развивалось сельское хозяйство, как при нем развивался частный сектор в сельском хозяйстве и то, что происходит с ним сейчас, то надо, конечно, не только мемориальную доску открыть, мне кажется, еще и памятник ему поставить. Большой, вот там, где хотели колесо обозрения, вот там поставить памятник Владимиру Нилычу, потому что он очень много сделал для области, каким бы противоречивым человеком ни был. Вот чувствуется, что наш коллега Николай Голиков работает в эфире, чувствует строгое время, время подошло к концу. А я как раз на часы смотрю, поэтому предлагательный я покороче выбираю. У меня заканчивается. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Вращаемся с вами. Всего доброго. Всего доброго.